Друзья, приветствую вас! У нас как всегда подборка самых свежих новостей, а главное всего самого интересного. И поскольку в мире единоборств происходит постоянно куча событий, я предлагаю поговорить о самых значимых. У нас, как вы уже привыкли, не грамм фантазии и отсебячины, все по теме, коротко и с добром. А сегодняшний выпуск у нас раскален жесткими посланиями, душевными заявлениями, ну и скандалами, как без них. Вам же приятного просмотра и начинаем. Ну и давайте начнем с прошедшего поединка и, как я полагаю, все знают, что блогер Пол провел поединок с легендой Андерсоном Силвой. По правилам бокса, в котором одержал победу, решением и даже смог отправить в нокдаун легенду ММА. 47-летний Силва выразил уважение блогеру, отметив, что сегодня был лучший Джейк. Но помимо всего этого, присутствующий на арене боец UFC Нэй Диас устроил драку с командой Пола. Ну и как мы знаем, Нэй Диас не раз проявлял заинтересованность в поединке с блогером. И очевидно, этим жестом он плодотворно выбивает себе матч. Ну и скорее всего, так оно и будет. Есть видео, где Диас прессует члена команды блогера под трибунном помещении, провоцируя массовую стычку. Пол после поединка, конечно же, прокомментировал происшествие, сообщив, что ему нужен Диас, который является настоящей сучкой. Также призвав Нэйта перестать быть сучкой и драться с Полом. Ну а также хочу сообщить, что стали известны гонорары Джейка Пола и Андерсона Силвы. И теперь понятно, почему все хотят драться с Полом. Ведь раньше под баннером UFC некоторые бойцы и вовсе столько не зарабатывали, в принципе, да и по сей день. По информации, гонорар Пола составил полтора миллиона долларов. Помимо этого, блогер еще и получит 65% от продажи платной трансляции. А гонорар Андерсона Силвы составил 500 штук баксов. И ко всему также он получит еще и 35% от продажи платных трансляций. Ну и выйдет уже кругленькая сумма. Ну а мы двигаем далее. У нас Белал Мухаммед бросает вызов Хамзату Чимаеву, сообщив, что Колби Ковингтон, Гамара Усман и Леон Эдвардс, а также и Чимаев – это единственные четыре парня, с которыми ему сейчас нужно драться. И его бой с Хамзатом имеет наибольший смысл, особенно если UFC поставит их поединок в один карт с Гамара Усманом и Леоном Эдвардсом. И здесь все предельно ясно, потому что как Чимаев, так и Мухаммед идут на серии побед и хотят друг с другом драться. В общем, как говорится, понеслась. Также не лишним будет сказать, что Белал сейчас находится в команде Хабиба Нурмагомедова, а не так давно был небольшой инцидент с командой Хабиба и Борза. Не придаст ли это дополнительной мотивации бойцам, возможно, мы увидим уже скоро. Напомню также, что инициатором разрешения непоняток между Чимаевым и Нурмагомедовым был Рамзан Кадыров. Ну а далее у нас Александр Емеляненко сделал громкое послание, в котором он сообщил, что готов заплатить, если вдруг забухает. «Я могу с любым здесь поспорить», – заявил Александр на пресс-конференции. «Даже со всеми вами сразу, если вы увидите меня пьяным. С меня каждому по 500 рублей. Если не увидите, я могу номер карты скинуть через годик, накидайте мне», – сообщил Емеляненко. Однако напомню, что в прошлом Саня давал уже такие заявления и даже спорил, в конечном итоге проиграл свой золотой Mercedes S-класса, который ему подарил Рамзан Кадыров. Но тем временем Генри Сихуда считает, что Ислам Махачев затрамбует Волканодского до смерти, а также поделился, что сам бы хотел подраться с Шоном Мелли за временный титул UFC. Ну и переходим мы к яркому бойцу и российскому чемпиону Исламу Махачеву. Махачев с красивыми словами обратился к тренеру, Хавьеру Мендесу. Тренер ответил еще сильнее. Махачев заявил, тренер, вырастивший пять чемпионов UFC, навсегда благодарен тебе. Результат говорит сам за себя, написал Ислам. Ты шестой, Фрэнк Шемрак был первый, но тебя было тренировать легче всех. Ты все понимаешь и выполняешь все великолепно, что делает тебя величайшим чемпионом, написал Мендес в ответе. Но примечательно то, что Хавьер Мендес не упомянул еще одного чемпиона UFC, которого он также тренировал – американца Би Джей Пена. Ну а далее у нас мощное заявление трехкратного победителя Олимпийских игр легенды российской борьбы Александра Карелина, который отрицательно относится к тому, что смешанные единоборства становятся все более популярны в современном обществе, вытесняя интерес к традиционным классическим видам спорта. Карелин подчеркнул, что убежден в том, что ММА – это не вид спорта, а просто система проведения соревнований. И Федор Емеляненко сделал очень многое, чтобы в смешанных единоборствах принимали самые правильные и нужные изменения из той части, которую называют «зрелищным шоу», при этом отметив, что Федор выходит с российского самбо. Карелин не понимает, как можно смешивать, к примеру, борьбу и дзюдо, или дзюдо с карате, а также вольников с представителями тяжелой атлетики, где и как и что нужно смешивать, чтобы появились смешанные единоборства. Карелин отмечает, что это аналогия тому, что смешивать водку с пивом, вследствие чего при неправильных пропорциях становится дурно. Карелин подчеркивает, что ранее обращалось внимание, подстрижены ли ногти, чтобы не травмировать соперника. Из этого начиналось уважение. И как теперь сейчас можно перейти к тому, чтобы бить поверженного на полу? Также Карелин отметил, что несмотря на смешанные правила, бойцы не должны забывать о личном уважении и дисциплине, которую они представляют, потому что делать все на потеху и калечить соперников неправильно. Также Карелин назвал Гаджиева спекулянтом и хорошим упаковщиком. Ну а вы послушайте коротко о том, что в одном из интервью заявил Гаджиев. Если говорить о тренерах, которые должны там мотивировать каким-то образом спортсменов, я считаю, что нельзя роль тренера в принципе переоценивать. Многие спортсмены настолько трудолюбивы, а некоторые еще и ко всему прочему талантливы и целеустремлены, что они при любом бы тренере состоялись. И зачастую тренер пожинает плоды просто того, что он в свое время сделал определенную ставку на этого парня. Скажем так, поверил, дал им возможность тренироваться в этом зале. Все, не более так. Карелин же возмутился этими словами, отметив, что Камил просто собирает сливки, подписывая людей, которых кто-то подготовил, которые многое пережили. Но в нужное время их Камил просто толкнул, но сам этого не создавал и не делал. И говорить, что тренер не важен, это бред, потому что тренер должен быть и наставником, и пионер-вожатым, и уметь увлекать. И тогда из спортсмена получится победитель. В общем, это я так своими словами озвучил слова Карелина, но можно их послушать в большом интервью величайшего борца. Конечно же, стоит отметить, что Камил сразу дал ответку Карелину, сообщив, что хочет задать вопрос, с какого перепугу, не зная Камила лично, Карелин ставит ему такую оценку, потому что в мире, в котором живет Камил, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично, и когда не осведомлен об их деятельности. Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать Камила лично, либо узнать о том, чем Камил действительно занимается, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки, заявляет Гаджиев. Ну и в завершении, еще более громкий вызов. Новичок UFC оставил угрожающее послание всем дагестанским бойцам. Я покажу дагестанским бойцам, что такое настоящая борьба. Эти ребята, дагестанские бойцы, уверены, что знают, как правильно бороться. Но мы покажем им, что такое настоящая борьба. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Дагестанские бойцы находятся сейчас на вершине нашего спорта, но при всем уважении к ним, я думаю, что мы лучше их в этом компоненте, заявил американский боец и новичок UFC Бо Нигал. Ну и на этом, друзья, наш насыщенный выпуск подошел к концу. Я думаю, вам было интересно. Вы же поддержите ролик своим чемпионским лайком. Оставьте любой комментарий для продвижения. Кто не подписан, также подпишитесь, не забыв нажать на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропускать новые выпуски. Ну и услышимся в следующих роликах. Мирного вам неба, всех благ, добра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok